Трасса «Крепость Грозная» приняла предпоследний шестой по счёту этап российской серии кольцевых гонок. В старшем классе «Туринг» квалификацию впервые выиграл Захар Слуцкий, который затем лидировал на протяжении всего заезда. Третьим финишировал Иван Лукашевич. Однако обоих лишили наград. Во время старта пилоты не поддерживали скорость, заданную лидинг-каром. В итоге пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев переместился со второго места на первое. Освободившиеся места заняли Андрей Масленников и Дмитрий Брагин. Вторая гонка прошла даже более напряжённо. Дмитрий Брагин одержал победу, отбив атаки ещё одного пилота «СМП Рейсинг» Кирилла Ладыгина. Сам Кирилл старался не пустить вперёд Егора Оруджева, так что тот довольствовался бронзой. Первой гонке класса «Суперпродакшн» обладатель Поула Александр Гармаш потерял контроль над машиной, и в него врезались Вадим Антипов и Катерина Бояринова. Главный фаворит Владимир Шишенин по техническим причинам сошёл, одолев лишь треть дистанции. На высшую ступень подиума поднялся его сокомандник Андрей Петухов, а призёрами стали Максим Чернёв и Самвел Искаянц. Во втором заезде никто и ничто не помешало Владимиру Шишенину оформить победу. Серебро завоевал Самвел Искаянц, а замкнул тройку Андрей Петухов. В первой гонке класса «Туринглай» дело до победы довёл Пётр Плотников, а вторым и третьим финишировали гранты коллектива «Лада Спорт Роснефт» — Иван Чубаров второй, Леонид Панфилов третий. Во второй гонке финиш закончился драмой. Леонид Панфилов прорвался вперёд, но из командных соображений уступил позицию Ивану Чубарову. Впрочем, жертва вышла напрасной. Чубаров получил штраф за обгон соперника под жёлтыми флагами. По этой же причине бронзовой награды лишился Алексей Савин. В итоге тройка лучших вышла такой — Панфилов победитель, Плотников и Радошнов заняли вторую и третью строчки. В С-1600 первый старт выиграл Илья Родькин, недавно пришедший из ралли-кросса. Призёрами же заезда стали Рустам Фатхудинов и Егор Санин. Во второй гонке Михаил Симонов подбил многоопытного Бориса Шульместера, что, впрочем, не помешало титулованному гонщику забрать серебряную награду. Бронза полагалась Михаилу Грачёву, но судьи посчитали, что он не оставил место на трассе Егору Санину. И именно Санин пока считается бронзовым призёром. К обладателю золота Рустаму Фатхудинову вопросов нет. Финальный этап РСКГ состоится в конце октября на Сочи-автодроме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова